Волжский берег классики. Сегодня на певческом поле столицы звучала музыка. Под открытым небом свои лучшие композиции исполнили мастера оперной сцены из разных уголков страны. На одной сцене признанные мастера и молодые лауреаты международных конкурсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Ульяновска. Звучит Моцарт, Брамс, Гумель. Прекрасно, что в нашей республике сегодня находятся студенты Московской консерватории. Это Российская академия музыки, скажем, тоже. Это представитель к нам сюда приехал из Швейцарии. Приехал. И совершенно исполнение изумительное. Вот такое преумножение, именно она охват, именно людей консолидирует. Она людей как-то собирает. Александру Рублеву 13 лет. Выступать на большой сцене перед камерами для него обычное явление. На телевизионном конкурсе «Щелкунчик» он занял третье место. Я стараюсь придумать для себя образы. Например, когда играл концерт Гумеля, я продумывал про себя что-то старинное. Какой-то зал старинный, где танцуют. Всероссийский фестиваль под открытым небом собрал не только ценителей высокого искусства, но и обычных горожан. Они шли на звуки музыки. Вы знаете, я просто проходила мимо, я здесь гуляла, и я сижу, вот и думал, буквально пять минут посижу, и, наверное, уже час где-то я здесь нахожусь, и не могу оторваться. Эти звуки, они так вдохновляют. Такое ощущение, что я попала в какую-то сказку. Здорово, что организовали вообще этот фестиваль. Я очень рада. Мы специально пришли на этот концерт, узнали из афиши, что будет вот такое здесь, ну, как сказать... Представление. Такое представление, да. Особенно понравилось, когда вот музыка звучала, и репродукцию Ван Гога показывали здесь. Я вообще люблю этого художника, поэтому было очень интересно посмотреть, и так необычно. По мнению горожан, музыка в открытом пространстве дает совсем другие ощущения, а водная гладь усиливает звуковой эффект. Ольга Алексеева, Бахтиар Велиев, Республика.